Интернат для людей с инвалидностью должен появиться в Приднестровье. Сейчас по закону молодые люди после 18 лет не могут находиться в детских спецучреждениях, но все равно продолжают там жить. Проблемы сегодня обсуждали на совещании у президента. Руководители детских коррекционных интернатов и реабилитационных центров говорят, им часто приходится идти навстречу родителям своих подрастающих воспитанников. И когда подростку с инвалидностью исполняется 18, ему разрешают и дальше жить в учреждении, где он был с детства. Даже если по закону в детском специализированном доме могут находиться только дети. Так бывает и в центрах дневного размещения для детей с инвалидностью. У нас в учреждении тоже были сложные дети, дети старше 18 лет. Во-первых, это ответственность, во-вторых, извините, если это центр реабилитации детей, мы специалисты по детям, мы хотим и понимаем боль всех. Но давайте разделять. Это работа с взрослыми людьми, это работа с детьми. На совещании обсуждали и возможность расширить республиканский центр для детей с инвалидностью в Бендерах и передать ему корпуса, которые находятся рядом, чтобы учреждение, рассчитанное на полсотни воспитанников, смогло принять 150 человек. Диагнозы от аутизма до глубокой умственной отсталости и ДЦП с несохранным интеллектом. Семи лет по уставу они у нас до 23 лет находятся круглосуточно. Вообще до 18, но в исключительных случаях до 23 лет. Директор республиканского специализированного дома ребенка, он находится в Тирасполе по улице 1 мая, рассказала, в их учреждении оставили пятерых уже совершеннолетних воспитанников. Такую возможность прописали в регламенте дома ребенка. Несколько лет увеличивали допустимый возраст. Сначала до семи, а сейчас до 30 лет. Хотя персоналы и само здание дома ребенка для этого не предназначены. Дети, которые имеют инвалидность, до семи лет остаются также в нашем учреждении. Это дети, оставшиеся без попечения. То есть по факту у нас учреждение даже не дошкольного возраста, младенческого, ясельное учреждение. А мы на этой же территории содержим не просто дневную группу, дневной центр. Это и у нас на сегодняшний день, и в принципе вот за все время существования этого центра, там постоянно присутствуют и дети, и подростки с отклонениями в психике. В Минсоцтруда представили цифры. В Приднестровье живут свыше 600 взрослых с инвалидностью, которые могли бы посещать дневные центры реабилитации. И еще 580 детей. Сегодня обсуждали возможности, как помочь этим семьям. Оставлять в детских домах и взрослых людей с инвалидностью – это вынужденное решение проблемы, отметил президент. Новое решение должно быть оптимальным для всех. Когда принималось решение, но это решение было принято ввиду отсутствия иных возможностей. И данных детей, ну как уже как бы не детей, а взрослых, уже надо куда-то пристроить. Куда – никто не знает. Значит, одно из предложений сейчас. Это школа, как ехать в Суклею. С правой стороны заброшенное здание школы. Нормальное здание из котельца, с кровлей. Построена буква «П», развернута такой широкой. Это гектар земли рядом. Здание на въезде в Суклею строили как школу на тысячу учеников. По оценке специалистов, оно подходит, чтобы открыть центр для совершеннолетних с инвалидностью. Там смогут разместиться 250 подопечных. Часть из них будет там жить, остальные смогут посещать центр днем и приезжать в интернат со всей республики. Светлана Мартынюк, ТСВ.